сегодня особенно мы не должны забывать чьи мы дети и кого наследники от каждого из нас зависит будущее нас наших детей и всего человечества если вы граждане против qr фашизма если вы потеряли доверие к нынешнему руководству не остаемся в стороне ставим как можно больше лайков чтобы эту правду увидела и услышала вся страна директор центра геополитики института фундаментальных и прикладных исследований мозга у ольга четверикова сделала очень важное заявление своем интервью она сказала о том что людей постоянно приобщают к тому что они всего лишь навсего экспериментальный объект потому что с самого начала когда началось введение ограничительных мер она была антиконституционной конституционным и незаконным его надо было пресекать самого начала и очень маленькая часть людей граждан начала это делать потому что другие думали что все обойдется что это временно что прекратится коррупция в стране есть если что сертификате купим qr-коде купим и так далее но сегодня то явно видно что эта стратегия определенный страшный проект чем больше люди молчали чем меньше они отстаивали свои права тем наглее становится эта власть это самые настоящие гуманисты цифровики и сегодня они уже дошли до открытой дискриминации и сегрегации что было совершено немыслимо еще год назад отмечает эксперт а теперь дошло до того что власть пытается принять закон о сегрегации и дискриминации но эти вещи недопустимы а получается что мы дошли к тому рубежу что если сейчас граждане не остановят этот процесс то будет необратимый характер потому что если проглотить эту наживку нас уже никто не защитит и нас будут тянуть на удочки все ближе и ближе к подсоку это происходит везде по всему миру только в разных формах связанные с национальными культурами традициями эксперт отмечает что это глобальный процесс поскольку зависит от процесса международного валютного фонда и нужно инвестировать 600 миллиардов долларов чтобы осуществить перестройку общества и все хорошо понимают что кредиты которые он предоставляет обусловлены так как расплачиваться придется землями территориями и касается это абсолютно всех поэтому в рамках этого глобального проекта ни одно государство не может противостоять эксперт сказала о том что в этой ситуации многие смотрят на россию потому что у нас есть опыт противостоянию глобальной фашистской власти потому что советский союз победил фашизм у нас есть потенциал и как православный народ не можем опять этого допустить поэтому все объединение и мобилизация против глобальной фашистской силы начинается в россии и она уже идет уверена ольга и чем сильнее давят эти господа говорит она тем больше идет осознание люди перестали бояться и понимают что речь идет о будущем поэтому смотреть по сторонам не стоит а надо заниматься мобилизацией и концентрации здоровых сил которые понимают что сегодняшняя политика это политика глобальной фашизации сейчас необходимо понять что мы в первую очередь должны собирать свои здоровые силы и основываться на наших традиционных ценностях гуманизма и чем быстрее мы это поймем тем лучше сейчас каждый должен осознать что он несет ответственность за свою страну за свой народ за свою семью каждый на своем месте потому что с нас просят в этом мире и в мире ином и это люди должны очень и очень хорошо понимать в первую очередь чтобы жить надо понимать смысл жизни если человек этого не понимает он погружается в депрессию отмечает эксперт давайте вспомним девяностые годы она отмечает что они стали годами страшной ломки и вообще переход от всеобщего благосостояния который начался у нас после войны если взять европейцев то не привыкли жить в обществе потребление духовных материальных ценностей постепенно духовные вытеснялись материальными ценностями а когда началась эта ломка все отказались от общества потребления заявив о том что началось время всеобщей конкуренции и в итог потеря смысла жизни разрушение прежних принципов жизни привело к тому что психика людей не выдержала и уже тогда в 70-е годы 70 процентов американцев имели своего личного психотерапевта а сегодня началась ломка всего когда началось установление жесткого контроля что еще больше ударило по психике людей сейчас люди живут в условиях тотальной лжи глобальная ложь она везде где одна ложь порождает другую их закона через суды невозможно отстоять правду у европейцев закон это бог если они видят что нарушаются их права даже в связи с уколами поэтому в этих условиях люди ломаются люди сейчас должны воззвать и услышать голос своей совести и понять что если сейчас они промолчат то завтра что будет поздно и здесь эксперт вспомнила слова чехословацкого журналиста юлиуса фучика который находясь в гитлеровской тюрьме написал книгу репортаж с петлей на шее бойтесь людей равнодушных именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете люди я любил вас но будьте бдительны теперь нас приучают к тому что нас можно ограничивать в правах что с нами можно как на некий объект накладывать эти коды нас приучают к тому что мы всего-навсего объекты отмечает ольга но мы же не объекты мы живые люди которые заслужили нормальной жизни заслужили нормальной работы нормальной заработной платы нормальной пенсии хорошего отдыха хотя бы пару раз в год это все серьезные вещи и мы должны это понять мы всегда жили по заповедям божьих и из нас хотят сделать объекты и это что-то немыслимо а что скажете вы уважаемые друзья по этому поводу обязательно свое мнение оставляем в комментариях и обязательно делимся этой информации в соцсетях со своими близкими и так далее эту правду должна увидеть и услышать вся страна так как ни один центральный ящик который каждый день зомбирует людей которые каждый день устрашает никогда не покажет этот сюжет уважаемые коллеги в каждый свой визит приморский край я стараюсь выехать дальние муниципалитеты где провожу приемы граждан больше всего людей волнует проблема здравоохранения льготники которые должны приобретать бесплатно необходимые лекарства жалуются на их отсутствие длительное время больной получал определенные препараты они ему помогали облегчали его состояние в какой-то момент такие медикаменты заменяет на аналоги которые чаще всего не совсем подходят больному и могут отрицательно сказаться на его здоровье почему так происходит были такие лекарства для льготной категории граждан и вдруг их не стало почему предлагаю дать поручение счетной палате разобраться с вопросом выделения средств для закупки лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и их расходования о ситуации с инвалидами маломобильными гражданами пожилыми людьми они их родственники говорили о трудностях прохождения медкомиссии для такой категории граждан о необходимости различных обследований узких специалистов которые чаще всего принимают медучреждения городов и крупных районных центров доставить туда из глубинки таких пациентов очень трудно родственникам приходится каким-то образом решать эту проблему или не решать ее совсем также у инвалидовых родственников нет должной информации о том какие обследования должен пройти больной что нужно сделать обязательно и в какие сроки а что совсем не требуется до них такая информация не доводится люди растеряны не знают что им делать и куда обращаться этот пробел считаю надо исправить также на приемах граждане говорили о том что хирургическая стоматологическая помощь сейчас населению оказывается только в соответствии с приказом минздрава условием оказания такой помощи является наличие медучреждения врача стоматолога хирурга который по мнению главных врачей муниципалитетов отдаленных поселений является штучным товаром иначе лишь лечение оказано не будет необходимо ехать крупные медицинские учреждения это неудобно и чаще всего невозможно для жителей отдаленных поселений и поэтому люди остаются или без протезирования или без зубов вообще полагаю что данное положение дел здравоохранения такой же и в других субъектах российской федерации коллеги ведь у нас не только борьба с ковидом есть множество других проблем в организации медицинского обслуживания и любые приказы минздрава необходимо выпускать после глубокого анализа наличия медицинских специалистов разного профиля я направила запросы по данным проблемам минздрав края и поставила на контроль их решения учитывая большую важность здоровья нации об этом говорил и президент также предлагаю дать поручение комитету по социальной политике обратиться минздрав россии с просьбой разобраться с обозначенными проблемами спасибо спасибо людмила за он на коллегии на комитет по социальной политике должен держать этот вопрос на постоянном контроле оказание плановой помощи обеспечения наших граждан лекарствами и вопросы инвалидов которые поставлены я поддерживаю предложение дать запрос под направить счетную палату пусть они проверят но людмила за умного и сами поработайте ладно вы сенатор вы губернатор обратитесь это а сфера ответственности региональная минздрав совместно с комитетом давайте обострите эту тему я уверена что губернатор знает а если знает значит надо принимать меры это безобразие когда людям отказывают необходимых лекарствах льготникам тем самым нарушает закон обратитесь прокуратуру региональную пусть они проверят как выполняется законодательство в этой сфере на коллегии нет возражений дать поручение комитету по социальной политике на да пожалуйста уважаемая валентина ванна уважаемые коллеги я думаю что вот когда возникают такие проблемы мы вообще по каждому региону сразу же проводим рабочее совещание с приглашением всех заинтересованных сторон и поскольку эта тема под контролем комитета причем достаточно жестко поэтому любые такие вот так скажем проблемы которые конкретно возникают по конкретным людям конкретным ситуациям давайте не накапливать мы готовы работать с валентина ванна и решать это быстрее поскольку если люди болеют и нужные лекарства надо помогать сразу как трудности появляются спасибо спасибо пожалуйста и людмила заумно и направьте галине калане информацию